Второй урок, который я хочу сказать сегодня, вот эта идея «я сойду, увидел проблему, сойду и решу проблему», она несколько по-разному имеет значение в Танахе и в Новом Завете. В чем разница? Во-первых, хочу сказать, что нигде на протяжении священных писаний мы не видим такого, что Бог отвергает израильский народ. Никогда. Даже когда наказывает, наказывает как отец сына. И мы должны понять это по умолчанию, потому что в среде христианских церквей иногда возникают вещи, что из-за грехов Израиль был отлучен. И вот этот момент, он абсолютно неправильный, потому что всякий раз, когда Господь видит проблему и сходит вниз, Он всегда, наказывая народы, исправляет Израиль. В ситуации даже с Лотом были погублены Содом, Гоморра и окрестные города, но родственник Авраама был помилован, избавлен. Когда мы читаем историю исхода, или когда мы читаем то, что случилось в Вавилоне при правлении царицы Эстер и злобном Амане, то, что случилось на Хануку, Господь всегда сходит вниз, Он до этого дает Израилю пройти через определенные обстоятельства, предприятельства, искушения, испытания. Знаете, что на иврите слово испытания, искушения, оно обозначено одним словом, несайон. Проходит через несайон, где-то спотыкаются, где-то устаивают, где-то падают, где-то нуждаются в поддержке, где-то побеждают, но Он сходит вниз и всегда благословляет и помогает народу Израиля. Я сойду и помогу. И весь тонах, Он пронизан этой идеей, весь тонах, от Брешида до пророка Малахии, все сказано, я сойду и я накажу, исправлю, помажу раны, восстановлю, исправлю. Вы знаете, я многократно на эту тему проповедовал, но израильский народ в руке Господа, это как скальпель в руке хирурга. И хирургу важно, чтобы скальпел был дезинфицирован и хорошо наточен, чтобы не ранить пациента. Пациент – это этот весь мир, падший. И Бог использует Израиль и затачивает его, чтобы он был инструментом в руках Творца для исправления этого мира. Это картина, записанная в Танахе. Новый Завет, когда рассказывает о нисхождении вниз и рождении Ешуа, и прихода его в мир, и жизни посреди людей, его смерти, его погребения и воскресения из мертвых, вот эту идею расширяет. Мы должны быть очень понятливы и видеть, как первое, для чего это нисхождение случается, опять-таки для Израиля. Еще говорит такие слова – народ мой болен. Помните, не здоровые нуждаются во враче, а больные. Или, он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Опять-таки исцелять Израиль. Он пришел, спустился вниз, чтобы исцелять Израиль. Но здесь, в Новом Завете, мы видим расширение его функционала. Во-первых, и Павел говорит об этом в Ефесянах, тайна сия велика, что что-то Машиах сделал своим рождением, приходом в эту жизнь, своей жизнью, своей смертью, и своим воскресением из мертвых, что он открыл возможность ворота для спасения также язычников. Язычники должны стать санаследниками с Израилем. Это факт. Он написан во многих местах Нового Завета. И пророчески о нем, как же говорится в Танахе, многократно. Иоанн говорит, так Бог возлюбил весь мир. То есть, в первую очередь, это по-любому Израиль. Но, второе, что-то в космосе изменилось, чтобы также падшие и разоренные грехом народы имели возможность сделать шаг назад, к Творцу обратиться, чтобы исправиться. Третья вещь, для чего, Машиах, я сойду и буду посреди вас, полной благодати и истины. Вы знаете, еще при Адаме что-то случилось, при сотворении что-то случилось. И те теологи, которые читают Бытие, там написано между первым и вторым стихом первой главы Бытия, что Дух Божий витает над землею, а земля безвидна и пустына. На иврите тоу-ва-воу. Какое-то разрушение, хаос, пустота. И многие теологи говорят, между первым и вторым стихом Библии случилась какая-то громадная катастрофа. Какие-то каббалисты говорят, какие-то сосуды нарушились. Есть разные предположения на эту тему, но там что-то случилось. И вы знаете, когда вот это вот смещение, разные, даже не злые, а просто силы. Как бы вы знаете, я не знаю, какой пример привести. Когда какой-то катаклизм в обществе, все перестраивается. Старые министры исчезают, старые богачи исчезают, новые появляются. Новое руководство, новое все. Оно меняется. Ну вот те, кто вышел из бывшего СНГ, помнят, что случилось в 89-м, 90-м, 91-м году. Все вдруг моментально перестроилось. То же самое в духовном мире. Когда там что-то, еще Адам находился в Эдеме, и что-то там случилось. А может быть, немножко и до этого момента. Все сломалось. И в Ефесянах опять-таки Павел говорит, «Тайна сия велика, что когда Машиах воскрес из мертвых, то он воссел превыше начальств, сил и властей». Помните этот стих? Этот стих имеет как бы такой коротенький набор слов, но смысл там очень высок. Он вернулся в позицию, чтобы перестроить весь икум, все творение Божие. Не только бнеадам человеков, но все творение. Написано, и по всему поклонятся ему даже ангелы. Есть какая-то мистика, которую мы не дотягиваем и не понимаем. Да и не нужно. Написано, что нам понятно, то читайте и разумеете. А что нет, потом, если нужно будет, Бог откроет нам. Но не забываем, Машиах пришел, чтобы принести избавление Израилю. Второе, чтобы открыть ворота избавления всему миру. И третье, чтобы перестроить все сущее. И это процессы, которые идут тысячи лет. И мы мало чего в этом понимаем. Но очень важен этот факт, когда все это также происходит на личностном уровне. И, скажем так, основной поинт рождения Ешу, это даже не дата, а факт, что во мне, в тебе, в каждом из нас Он родился.